Солар, вы когда материал учить начнете? Сейчас не выучили, в прошлый раз не выучили. Оно так и все будет накладываться друг на друга. Пишите. А, Б. Солар, английскими буквами А, Б. А. Б. В квадрате. Так? О, Господи. Всем привет, меня зовут Света Солар. И у меня для вас появилось очень много новостей. Все из них хорошие, за исключением одной. Если вы давно хотели со мной встретиться, попасть на мою сходку, на фан-встречу, и если вы живете в Москве, то вы такую возможность профукали, потому что она была неделю назад. Потому что ровно неделю назад я устраивала сходку в Москве. И если вы об этом не знали, то вы не подписаны на мой инстаграм. И самое время сейчас на него подписаться. Потому что если вдруг меня еще позовут на какие-то подобные мероприятия, возможно в другие города, то вся информация будет в инстаграме. Теперь пойдут уже хорошие новости. На ютубе появилась такая функция, как спонсорство. Раз в месяц специально для своих спонсоров я буду проводить прямую трансляцию, где также буду с вами общаться, отвечать на ваши вопросы, давать какие-то советы, возможно. Прямой эфир будет доступен только для спонсоров. То это количество людей не такое большое. Соответственно, я смогу уделить время каждому. Я думаю, это очень круто. И вы первыми будете узнавать, какое видео будет. А также иногда, если я, допустим, сниму два видео, то вы будете выбирать, какое первое вы хотите увидеть. А также комментарии спонсоров, как я понимаю, будут помчаться специальными значками и вылетать всегда в топ, поэтому я их всегда точно буду видеть. Поэтому спонсорская подписка находится вот внизу. Стоит она очень недорого. Эта цена ниже, чем обед в Макдональдсе или там Бургер Кинге или где угодно. Поэтому, кто хочет меня поддержать, то велкам. А то у меня вот эта камера, на которую я сейчас снимаю, она как бы немножко сломалась. Короче, мне нужна новая камера. Новая камера стоит сотку. Сто тысяч. Но я решила сделать еще одну крутую идею. Часть денег я буду разыгрывать для вас. Я недавно создала телеграм-канал. Для того, чтобы его найти, вам нужно в телеграме вбить света с салар. И, ну, я вот тут прикреплю. Вы будете видеть его обложку и, собственно, туда вступить. И мы уже, я думаю, с вами дальше разберемся, как, как часто и сколько я там буду разыгрывать. Но я думаю, допустим, там по тысяче рублей раз в несколько дней можно будет разыграть. И я думаю, я смогу осчастливить кого-то из вас. Мне кажется, это очень будет приятно. И также в этом видео будет конкурс. Я буду разыгрывать вот такой вот очень крутой наборчик. Это, короче, спрей для тела и крем с блестками. Они просто офигенно смотрятся на коже. То есть, вы пшикаетесь, они еще ароматизированные. Приятно пахнет, у вас просто кожа сверкает. У меня у самой есть такой. Я подруге дарила, еще другой подруге дарила. Потому что и одной, и другой очень понравилось. И вот я купила два таких наборчика. Один разыграю в этом видео, а один буду разыгрывать потом. Но в этот раз я решила немного изменить условия розыгрыша. Для того, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше, вам нужно в инстасторис выложить любую мою фотографию из моего профиля. И отметить меня. И, возможно, там написать несколько приятных слов. Допустим, почему вы подписаны на меня. Что там я ваш любимый блогер. Или там, что я смешной блогер. Я буду выбирать победителя, естественно, рандомно. Из тех, кто меня отметит. Словия я еще раз пропишу их в описании. И в конце этого видео будет победитель из прошлого конкурса. Ребят, а кто знает, что такое би... Бисектриса это... Да не бисектриса. Би... Биквадратное уравнение это... Да не биквадратное уравнение. Бинарное отношение? Замолчите! Биполярное расстройство. Что такое биполярное расстройство? Мне врач диагноз поставил. Два на два сколько будет? А сколько надо? Вы же помните, что на этот урок обязательно надо было взять транспортир. Блин! У кого нет транспортира, автоматом получит двойку. Итак, чертим угол ровно в 52 градуса. Так, это 90 градусов. Это 45. И с учетом того, что сегодня Марс проходит с уклоном от Земли в 62 градуса, угол в 52 градуса будет вот здесь. Угу. Солар, а ты точно уверена, что ты правильно начертила угол? Конечно точно, я что-то транспортиром не умею пользоваться. Ну смотри. Солар, руки на стол. Ну че, как контрольную писать будем? Я онлайн помощь за сотку купила. У меня мама математику хорошо знает, ей скину. Я у парня спрошу, он у меня в 11 классе. А ты? А у меня ни парня, ни денег. И мама у меня по образованию художник. Шпоры я делала. Да как это вообще можно запомнить? Да как это вообще можно понять? Да это же долго. Да это неудобно. Да говно твой дискриминант. Да это твой вието непонятный вообще. Солар, а ты че постоянно на линейку там смотришь? А я график черчу. Ну ладно. А теперь в тетрадях чертим координатную прямую. Только сделайте ее нормальную, чтобы все графики влезли. Так. Ага. Солар, ты куда такую здоровую сделала? Ты че там самолет проектировать собралась? Носкова, это что? Дом для лилипутов? Да нормальная она. Че бумагу зря переводить? Ой, а мне места не хватает. Ну молодец, на парте теперь дочерчивай. Эта история чисто из моей школы. Я всегда писала очень мелко и очень компактно. Когда у нас была алгебра, я всегда вела тетрадь как бы в два столбика. То есть я писала сначала с левой стороны листа, а потом с правой. Тем было очень много и как бы когда у тебя какие-то темы остались в старой тетрадке, ты начинаешь новую и тебе негде посмотреть формулу или там примеры решения уравнений. Это очень неудобно. А так у меня была одна тетрадь на полгода или там даже на год по алгебре, хотя там у всех заканчивалось по три, не знаю, по четыре тетрадки. И мне было очень удобно и как бы я там буквально отлистывала пару страничек и все могла посмотреть. А на мою учительницу это очень сильно бесило. Так как мы с вами стали проходить уже более сложные темы, это логарифмы, там очень сложные вычисления, я вас просила купить калькулятор. Я надеюсь, что вы его купили. Солар, ты купила калькулятор? У меня есть лучше калькулятора. Это логарифмическая линейка. Когда я училась в старшей школе, от нас тоже стали требовать вот такие калькуляторы, большие, специально там с логарифмами и тому подобное. И у меня в классе был мальчик, который пользовался логарифмической линейкой. Это, короче, такая у меня ее, к сожалению, нету. Я не стала ее искать специально для видео, чтобы там показать в одну секунду. Ну, короче, вот такая линейка, там типа она, ну вот сама линейка, и там еще выдвигается дополнительная линейка. Я, честно говоря, понятия не имею, как ей пользоваться. Вот, ну, короче, этот чувак постоянно пользовался всегда этой линейкой. Мы всегда на него так смотрели, типа, чувак, пипец ты извращенец. Какие прямые? Но это если провести линию от центра бровей до кончика носа, то при идеальных пропорциях как раз получится перпендикуляр. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Напоминаю, чтобы вы не забыли подписаться на мой инстаграм, телеграм, а также оформить спонсорство, чтобы первыми узнавать о следующих видео. И я вас очень сильно люблю. Увидимся уже совсем скоро. Тем временем, по традиции, в пять, простите, утра, пока я монтирую, я выбираю победителя вот из этого вот видоса. Так, это вот эта вот девочка, и у нее есть инстаграм. Ура, я ее поздравляю. Блин, она, по-моему, не из Москвы, но в любом случае я ее поздравляю, потому что она выиграла. Вот, сорян, что я говорю тихо, просто пять утра у меня мама спит в соседней комнате. Я была тем типом, который всегда считал через дискриминант. Вот всегда. Мне в уме максимально сложно что-то посчитать. Мне проще это написать на бумажке по-быстрому и точно посчитать, чем сидеть. И вот это вот вычислять, там, что, куда подходит. Честно говоря, я теорему вот этого... Блин, стоп, а что я сказала? Стоп, дискриминант, паре... Блин, не парето, там что-то другое. Дискриминант, вието. Господи, теорема парето, это теорема, которая у меня была в курсаче, которую я так и не выучила, и на которой меня завалили с курсачом на втором курсе. Эта хрень называлась теорема парето, а в школе теорема вието. Блин, вот я алгебру, алгебра всегда была моим любимым предметом. Я ее знала очень хорошо, но вот прошло три года, я уже даже забыла, как эта штука называется. Может, вы не заметите? Ладно, я по-быстрому пересниму. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан. Я тебя никому не отдам, потому что ты банан.